В гостей позавчера, когда уже часть команды уехала, часть еще была в Москве, мы узнали, можно поставить следующий слайд, что компания «Фаберлифт» в рейтинге РБТА 500 крупнейших компаний России поднялась 443-го места, которое мы заняли в прошлом году. По итогам 2017 года заняла 384-е место. Это включая таких гигантов, как «Газпром», «Роснефть», «Сбербанк». Вот в этом списке крупнейших компаний мы уже в четвертой сотне. Есть куда еще дальше расти. Это, конечно, заслуга наших консультантов, наших лидеров, заслуга сотрудников компании «Фаберлифт», директоров «Фаберлифт» и, конечно, драгоценной команды в первую очередь. Спасибо вам большое, это ваш успех. Недавно была такая у нас встреча с лидерами, и лидер говорит, да, Сергей Иванович, мы тоже хотим обучения. Я говорю, слушайте, какое же вам-то обучение, элитная команда? Она говорит, мы хотим больше понимать про стратегию. Я говорю, вы серьезно это хотите? Это же такая сложная и такая даже эмоционально окрашенная очень такими строгостями вещь. И говорит, да, хотим, хотим. Вот на форуме что-нибудь там расскажите об этом. Вот. Будем делать, как они просили? Да. Хорошо. Ну, вы сами хотели, да? Хорошо. Есть такая интересная очень схема, которую мы знали, как нам казалось, называется схема развития операции. Вот пошло обучение. Да, видите, в ней есть несколько фаз. И есть график эффективности операции, и время, ресурсы. Первая фаза затратная, потом есть такая точка, первая критическая точка, потом точка прорыва, фаза нарастания, дальше вторая такая зона неустойчивости, вторая критическая точка, и, собственно, потом точка стабилизации, такая фаза насыщения. Это такие азы, стратегии, я думаю, 500 из вас даже это слышал. Вы помните, например, наш 12-й год и 13-й год, когда, помните, ассамблею в Питере, потом здесь, а нет, это Питер, это 14-й год, когда мы рассказывали, что вот впереди будет такая турбуленция, и рассказывали, что компания делает, чтобы к ней подготовиться. Это, собственно, была затратная фаза, такая фаза насыщения. Наши первые опыты в одежде, в детской, все помнят, наверное, да, бытовая химия, когда мы перепаковывали, переселили свое производство. И дальше мы столкнулись с такой критической точкой осенью 14-го года, когда мы смогли прямо ворваться в такой мир взрослых мальчишек и отодвинуть их в сторонку. И вышли фазы нарастания. Было две задачи у руководства компании. Первая задача максимально продлить по времени эту фазу нарастания. Многие помнят, например, наш рост 2002-2003-го годов. Сколько он продолжался? Сколько лет? Он продолжался два года. Мы помним нашу историю успеха, там, 11-го, 12-го годов. Сколько времени продолжался такой бурный рост, такая фаза нарастания? Один год полтора. Да. В этот раз мы смогли, допустив эту волну осенью 14-го, успешно провести ее до осени 17-го года, даже, можно сказать, до Нового года. То есть это больше трех лет. Это, знаете, как говорил мой товарищ Александр Дванков, бери больше, кида и дальше. Да, вот такая очень важная стадия, когда важно не сорвать вот этот вот успех. И мы видим компании, которые, например, вообще не воспользовались ситуацией 15-го года. Мы видим компании, которые около года росли, потом выдохлись. Вот. Мы видим компании, я знаю таких людей, которые там два года росли и выдохлись. Мы продержались с вами в этой вот фазе парения, в этом потоке больше трех лет. Поздравляю вас с этим, и вы не догадываетесь, чья это заслуга. И наша общая, прежде всего, ваша. И дальше мы, готовясь уже с осени 17-го, с осени 17-го, видели, что подходим к такому насыщению, и знали, что будет, ну, это же азы, будет точка неустойчивости. Вот. Помните, знал бы, прикуп, жил бы в Сочи, да. Я знал бы, где упасть, соломку подстелить. Мы видели три места, где мы можем, где будут начаться сбои. Первое, собственно, зона производства. Мы видели, что еще немножко, и просто фабрика не будет справляться с производством товара. Начну что-то лихорадное где-нибудь с поставками, как отчасти и вышло. Мы увеличили парк оборудования. Сегодня Алла Альникова рассказывала о том, как выросли производственные мощности в Берликах. И я вам рассказывал это год назад. Мы ожидали, нет, наверное, не только в производстве. Наверное, будет, что у нас обычно не хватает. Склады у нас достают. Логистика. Мы увеличили стоскую мощность в Берликах тоже в три раза. Вы знаете, как по региональным центрам распределительных увеличили их количество. Московский очень центральный склад вырос. Общий парк. Почти в три раза мы подняли по метражу, по обеспеченности оборудованиям, программным продуктам, сотрудниками, автоматизацией. Вторую соломку поставили. Поставили третью. Мы сказали, у нас раньше были простая такая сервера. Мы создали спутниковую серверную группировку такую из 50 серверов, где два ключевых стоили там больше миллиона долларов в каждой. Мы думали, ну, железо-то у нас теперь есть. И, да, вложились, очень были счастливы. Айтишники ковырялись в этих больших серверах. Ну, и, как вы знаете, вся эта спутниковая серверная группировка в декабре, да, нам помогла встретить Новый год досрочно. Это, конечно, вот. Чего-то опыта соломки не хватило у нас. Ну, и, конечно, вторая вещь. Мы увидели, что нам еще в апреле казалось, что издержки с планированием, да, встретили сайты, некоторые там цифры потерялись, пошли дефициты. Думаю, ну, это сейчас мы просто старую систему планируем, доноситим людьми, чуть больше внимания уделим этому Алла, Анникова, я, Дмитрию Ханковскому. Сейчас все будет нормально. Нет. Выяснилось, что мы перешли в качественно другое состояние. Это в веществе называется фазовый переход. Ну, как, есть вода, а есть, например, пара. Или, там, вода и лед. Это разные агрегатные состояния вещества. Выяснилось, что операционная платформа, рассчитанная на, там, полторы тысячи СКЮ, СКЮ это, ну, единица ассортимента, которая может тянуть три тысячи. Вот, на пяти тысячах она начала делать с нами вот то, что мы с вами называем дефицит. И, конечно, мы были вынуждены, и это делаем, собственно, в сайте, и вы слышали сегодня презентации, и в планировании, просто делать совершенно вообще другую, другой этаж, другое вещество, другое состояние этих систем. Интересно, что, ведь, ну, хорошо, что мы хоть знали, что такие зоны неустойчивости есть. Из-за того, что, представляете, в трех других гулистах соломку не подстелили. У моих друзей одних компания подошла в 96-м, в 97-м году почти к миллиарду долларов оборота выручки. Это компания «Союзконтракт». Ну, может, многие помнят, в риме окорочка их и другие штуки. И, не дадя 30 миллионов за своего миллиарда, компания развалилась на части. Да, не справилась с управлением. Я очень рад, что мы с вами с управлением справились. Вот, и вы видим, что... Что там надо сделать, и это делаем. Но при этом, вот, я бы хотел, чтобы у нас в памяти остался этот слайд, потому что я бы надеялся, что мы сейчас снова зайдем в затратную фазу, потом пройдем снова в критическую точку, как нам сегодня спикеры рассказывали, и начнем новую фазу нарастания, о чем чуть позже расскажу. Интересно, что еще одна вещь, которая отказала, но это не как болезнь не сказалась, но тем не менее, у нас есть хорошая обратная связь. У нас в том виде, как сейчас, появилась после 11-12 года, после объединения с компаниями «Эдэстар» и «Инзин». И вот эта обратная связь всегда нам очень четко репорт... Ну, как, где-то, как колокольчик звонила, когда какой-то сбой. У нас впервые вот сейчас обратная связь, вот такая системная, перестала давать какие-то тревожные звоночки. Я очень хочу сказать большое спасибо лидерам, которые буквально летом на встрече, это было собрание, там были элитные директора, это были, прежде всего, люди из лиги, предприниматели российской, которые прямо вот... Ну, просто я пришел с ними поздороваться, узнать, как дела, и узнал. Вот. И обратная связь, конечно, живая, это самое лучшее, что есть, поэтому я просьба. Если она что-то застревожила, кроме того, чтобы писать в классической обратной связи, найдите кого-нибудь из лиги, пусть он заберет телефон Ирэны Валентиновны Лукьян и скажет «Ирэна, колокольчик, звоню». Потому что... Сейчас расскажу, что мне сказали, и вы, наверное, поймете, о чем будет речь. Можно следующий слайд, обратная связь, стиральный порошок. Да, мы успели новый стиральный порошок, оформили еще более лучший, чем предыдущий, который тоже был очень хороший. И с чем мы столкнулись? И в обратной связи было 2-3 буквально звоночка. А что сказали лидеры? Я говорю «Чего-то порошок стал хуже стирать». Ну, те, кто был, помнят мою реакцию. Мы позвали тут же руководителя дивизиона. Он не может хуже стирать. Ну, мы как знаем. А люди говорят «Нет, он хуже стирает». Вот. И кто-то очень умный сказал «Алексей, вы своих дома спросите». Я пришел домой. Говорю «Так, что у нас с порошком?» Говорю «Все хорошо». Я говорю «А он не стал хуже стирать?» Говорю «Ну, стал». Говорю «А чего вы молчите?» А еще лидер говорит «Может, у вас старые запасы?» Я пришел, говорит «Надо старые?» «Нет, все новые». Говорю «А чего вы молчите?» Я говорю «А чего молчать?» И вот тут, конечно, надо бы знать нашу с вами женщину. Я говорю «Ну вот он, когда не сильно грязное белье, он так же стирает хорошо, как раньше. Но когда он сильно грязное, то он похуже стирает». Я говорю «И что вы делаете?» Говорю «Ну, мы просто побольше высыпаем». Я говорю «Тогда не стирает вообще вопросов нет». Я прихожу, это говорю в нашем лаборатории. Мы сделали тест еще раз. У нас обратная связь с сайта. 3000 человек опросили. 90% довольны, никаких проблем нет. Выяснилось. Старый порошок, вы помните наша ложка? Да, да, да. Старого порошка в нее попадало 40 грамм. Новый порошок более воздушный. И в него попадает старую ложку 32 грамма. То есть, по сути, 20% порошка на 20% порошка меньше. То есть, его стало хватать, этого нашего пакета, теперь не на 20 стирек, а на 25 стирек. Но мы-то ищем не сколько, еще больше стирек, да, мы ищем хорошего качества отстирывания. Вот. И вот то, что сделали мои домашние, они просто стали больше брать на ложку с горкой. Я думаю, что многие из вас тоже так делают. Вот. Поэтому в обратном сайте молчит. Ну ладно. Поэтому, что мы сделали? Во-первых, вот завтра на сайте появится, ну, один раз извинение, другой раз сообщение, что, дорогие друзья, насыпайте больше в нашу обычную ложку. Это раз. Второе. Спасибо. Второе. Мы выпускаем новую ложку. И в 16-м каталоге всем ее раздадим бесплатно. Эта ложка будет прямо вот уже без горки содержать 40 граммов порошка. Поэтому большое спасибо лидерам. Я бы хотел договориться с вами, не сидящим в этом зале, что если что-то не так, обратно в связь написали. И позвонили человеку из Лиги, который наберет Ирине Валентиновне, а она уже придет, как мне, полночь-заполночь. Я чай пью, Ирена Валентиновна, и ты садись в чай-кей. Я, Липофе, ты не пью. Хорошо? Договорились мы с вами? Да! Спасибо. И второе, конечно, почему я был... Честно говоря, один раз счастлив, с другой стороны, был удивлен. Это вся история с кэшбэком. Действительно, так нас на проектной сессии в апреле, как мы друга раскачали, что стали думать, придумали кэшбэк. И вот, ну, было какое-то представление, как надо делать, как надо вводить кэшбэк. Вот. Я говорю, поедемте с лидерами в Алтин, я поговорил. Я говорю, поедемте. А если не начать, только вы не поедете. Я говорю, почему? Говорит, они вам постесняются сказать, что не нравится. Скажут, да, отлично. Я говорю, не, не, подождите, это же я. Конечно, скажут. Говорит, нет, вам не скажут. Поэтому меня в Балтию не взяли. Вот. Но каждые примерно часа три рассказывали, какие... Как идет обсуждение. Вот. И, конечно, лидеры очень значительно пересобрали то, что мы придумали в Москве. И, честно, я получился лучше. О чем нам это говорит? Может, так всегда делать? Вот. Поддерживаете? Спасибо. При этом вторая сессия была в Украине. И там, конечно, лидеры еще дальше пошли и придумали еще целый ряд вещей, которые, наверное, на капель ввода кэшбэка чуть-чуть усложняют. Сейчас сообщение очень простое. Да? Раз-раз. Раз-два. Киевские лидеры придумали более интересную, но чуть более сложную систему, которую, я уверен, мы с вами ведем там, следующей весной. потому что очень много ценных предложений, руки чешутся сделать, но надо все делать поэтапно. Поэтому хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вам кажется, что вам нужно какое-то обучение по стратегии, но, мне кажется, у вас все для этого есть и вы уже участники этой устроенной стратегии. Хотел... Спасибо вам. Хотел вам сообщить о восьмом тренде. Игорь, просил Аллу не повыскать о нем. Она говорит, нет, Алексей, давай, ты уже, в эксамер, скажите людям восьмой тренд, ну, восемь же числа кислорода, как вы знаете, да? Восемь – это бесконечность любимая. Не только Регина, и Калтинавский, но и мной тоже. Восьмой тренд называется, можно сказать, в следующий слайд, вот таким простым словом угроза международного кризиса. Вы, наверное, читаете прессу, деловую и, может быть, какую-то другую. Что люди... Это... Надо относиться к этому очень по-рабочему. Это тренд. Мы не знаем, когда он точно будет, хотя есть версии, когда. Можно следующий слайд. Вот. Многие ожидают, что это будет примерно в двадцатом году. А мне аналитики говорят, нет, наверное, осенью девятнадцатого. Я говорю, нет, подождите, у нас осенью форум следующий, нам попозже. Кто-то говорит, нет, нет, это будет весной двадцать первого. Ну, в общем, уже видно, что надвигается. Ну, и давно не было же уже, да? Вот. Есть четыре таких источника. Ну, в США сейчас очень большой корпоративный долг. Компании заняли много денег в виде бандов, облигаций. Какой же процесс в Европе, но там меньше волнует аналитиков долгинька, корпораций, больше волнует государственный долг стран Евросоюза и Евросоюза в целом. Развивающиеся страны мы видим какая-то девальвация национальной валюты в Турции, в Аргентине вес провалился в два раза. В общем, Латинская Америка, некоторые регионы Африки и в Восточной Азии вызывают тоже такие некоторые опасения. Ну, и четвертый кризис это Китай, четвертый источник угрозы возникновения мирового кризиса это Китай. Хочу сказать сразу, что китайцы, они умницы, умники. Молодцы, у них три есть даже мазыря, которые надулись, но с одним из них они очень хорошо справились. Все предсказывали, что в Китае рванет на рынке недвижимости, вот, пока держат. Говорят, вот на рынке фондовом, китайцы фондовый рынок запаролировали так бетончиком и асфальтом сверху положили. Вот, поэтому может китайцы удержатся, потому что, конечно, для России, для Азербайджана, для Казахстана китайский кризис будет самым болезненим. Потому что тогда снизится потребление нефти, стали, и, конечно, кризис у них обретит как всегда кому? Тем, кто ничего не боится, это нам. Ну вот. Поэтому, что вам хочу сказать? Здесь есть люди, которые кризис уже видели. Боль того, если мы с вами посмотрим, например, последний кризис, можно включить следующий слайд? Как мы его разыграли, да? Мы с 12 миллиардов 50 рублей, выросли до 38. Это вот за эти 3-4 года. Вот, неплохой рост выросли. Первый шторм хороший. Следующий слайд. Если мы посмотрим всю историю компании, вот тут, к сожалению, на больших уже масштабах не видны эти пики, но мы помним первую волну роста 98-99 годов. Да? И потом с таким следом дальнейшим ведущим. Мы помним с вами 9-й, 10-й, который привел к 11-му победению компании в следующую волну. Это 14-й, 15-й, 16-й. То есть все наши росты такие большие или как я во втором слайде называл их операции, они все приходились на эпоху кризиса. И нам, конечно, надо к этому 20-му условному году, потому что, может быть, чуть позже, может быть, чуть раньше, не хотелось бы, чтобы к этому Новому году, потому что мы не совсем с вами готовы еще. Но, в общем, чтобы мы воспользовались, если можно, дайте следующий слайд, который будет... Посмотрим, как это, что нам Бог даст, и как мы с вами подготовимся, но хотелось бы, чтобы мы от этих 38-ми миллиардов куда-то еще нарастили. Если можно, выпишем презентацию. Что будет разыгрываться вот в этом кризисе? Мы, конечно, не знаем, что. Там мы в прошлой компании, видите, часть соломок постелили, а часть соломок даже не видели. Будущее, конечно, неопределенно, но некоторые совокупности трендов нам показывают, что будет стоять на кому, что будет разыгрываться. Мы сейчас уже вторая компания прямых продаж в СНГ. в СНГ. были четвертая или четвертая-пятая. Да, вот будет разыгрываться, во-первых, место лидера. Кто самый интересный раз. Второе, большее, это будет разыгрываться не просто текущий момент, будет разыгрываться за кем будущее, за кем двадцатые годы, кто с собой будет отцветворять все хорошее, что есть в МЛМ. За это будет сражение двадцатого года. Наша гипотеза, что, собственно, первое, что будет разыгрываться, это такая битва внутри прямых продаж, но второе, будет происходить наше такое столкновение с интернет-магазинами. Почему? Интернет-магазины до этого очень простой продикт мы работали. У нас есть товар, мы за какие-то большие деньги привлекаем клиентуру, дальше стараемся ее удержать. Мы видим, как интернет-магазины крупнее, по-первых, мелкие интернет-магазины стали умирать. Да, они там с пяти-семи процентов теряют нишу там свою до и долю рынка до трех, и потом даже несколько закрылось, нам предлагали купить. Мы сказали спасибо, не интересует. Вот. Маленькие выбрасываются, большие начинают делать партнерские системы, которые, конечно, не MLM-ы. Потому что к MLM надо иметь вкус, надо иметь какой-то, не знаю, опыт, и иметь к этому тонкую такую, что ли, привязанность, любовь. Надо просто людей любить. А если ты любишь роботов, то это чуть другая история. Хотя, наверное, трансгендеры это те, кто любит и людей, и роботов. Чего я там не знаю? И, смотрите, они будут тоже ломиться за потребителей. Вот поэтому и есть, к счастью, формат, который будет терять, это классический ритейл, это магазины, супермаркеты. Им желаю вести его плавали. Но мы будем жить в многоукладном мире. Будут и такие, и такие, и такие гради. Но вот эти 20-е годы это будет битва за будущее. Это кто самый интересный. Мы считаем, что большой шанс, ну, 90-процентный шанс у нас с вами. Потому что мы, наверное, уже умеем скрывать человеческие светы. И да, нам надо научиться то, что умеют интернет-магазины. Да, надо учиться работать в цифре. Это непросто. Но им надо научиться то, что вообще практически невозможно научиться работать с людьми. Да, и вот мне кажется, наш транзит, он более вероятный, чем мы в транзит. Поэтому во-первых, я делаю ставку на нас, потому что это наше самое будущее. Да? Помните, как спрашивает Мальвина Буратино? Говорит, Буратино, нет, кто взял у вас три яблока. У вас было пять яблок. Сколько у вас осталось? Так что Буратино отвечает? Пять. Пять. Мальвина говорит, нет, Буратино, нет, кто взял у вас три яблока. Сколько у вас осталось? Что Буратино говорит? Говорит, у меня пять яблок, не отдам я этому некому яблоки, хоть он дивиз. Да? Вот. Поэтому это наше будущее. Во-первых. И вторых, у нас больше шансов. Две причины для победы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но это значит, каждый из нас, каждый из вас, это значит я, это значит наши люди в офисе, в Берлико, мы должны стать и цифровыми людьми тоже. Да, сегодня уже выезжал робот, да, вы видели сегодня наших новых сотрудников, которые очень быстро включились, что такое МЛМ, что такое сеть, у меня сейчас компетенции А. В цифре Б. Они готовы с вами делиться. Но вы знаете, что невозможно научить того, кто имеет реальный какой-то барьер к этому обучению. Мы считаем, что места для сетевых лидеров, которые цифровые, так и лидеры, этого места много. Это не место для ста человек, или даже не место для тысячи человек, это место для сотен тысяч человек. Я так считаю. Но кто будет эти сотни тысяч человек? Кто это будет среди вас и среди нас? Кто это будет в наших структурах? Это вопрос этих ближайших лет. Мы забрягаем с вами как с порошком не сразу, но решительно. Согласны? Поэтому мы видим эти тренды. Нам надо их оседлать и в этом цифровом переделе переделить, оставить что-то и другим. Мы же не претендуем на все, правда? Но давайте возьмем достойную для нас, для наших детей, для наших структур, для наших партнеров долю. Ну, основную. Давайте. И спасибо. Я приглашаю на эту сцену элитную команду Фаберлиф. Дорогие друзья, дамы и господа, мы приглашаем на сцену